Друзья, всем привет, с вами Бу. Вы снова закидали нас тоннами писем, очень большое количество, друзья. Вы должны понимать, что мы не можем каждому ответить, но мы практически все читаем, читаем все комментарии, читаем в личку письма. Все, стараемся читать, но не всегда есть возможность на них ответить, друзья. И мы будем отвечать на самые интересные, на самые волнующие нас вопросы, на наш взгляд. Будем отвечать видосами. И у нас сегодня очень интересная, друзья, тема и очень щепетильная тема. Мы сегодня, в особенности Серега Шаман, вам расскажет сегодня, что такое есть сбой по жизни, друзья. Друзья, фуфлыжник, козел, барыга и т.д. и т.д. и т.д. и т.п. Как вообще относиться к таким людям, на наш взгляд? Как к ним относятся в тюрьме, друзья? Это очень важная тема, потому что этого сейчас очень много. Это все перешло, перетекает в YouTube, перетекает в соцсети, начинают люди друг другу что-то предъявлять. И мы понимаем, чувствуем за собой ответственность, что именно нам, кому, как не нам, людям, просидевшим более чем по 10 лет в тюрьме, кому, как не нам, вносить ясность по этому поводу. Сбои бывают разные вообще. Какие сбои вообще? Ну, можно законтачиться. Есть контачены, есть просто там крысаки, есть барыги, есть... Кто еще есть? Фуфлыжники. Фуфлыжники, козлы и т.п. Ну, то есть, что делаем, вот как относятся, и вообще на наш взгляд, как я, в первую очередь, отношусь вот к таким людям. Давайте разберем, допустим, человека, у которого случился сбой, допустим, барыга. Ну, он барыга. Давай не будем вот так вот вглубляться в это все, потому что каждый барыга начнет говорить, что, типа, я не сознательно туда полез, это, ну, не я, я вот не обдуманно, то есть, давайте представим, сознательно. Сознательный барыга. Да, сознательный барыга, то есть, он влез туда, он знал, что это есть последствия, что это непорядочно и тому подобное. Все, он барыга, он продает, допустим, наркотики. Продает наркотики, очень злые наркотики, всех присадил, короче, и берет с них бабки, высасывает. Вот он, ну, именно барыга, короче. И тут, ну, все может произойти, правильно, переоценка, хопа, там, через пять лет или там через год, допустим, клац, и с ним что-то произошло. Вот просто вот в голову он начинает задумываться о своих поступках. Что же я наделал, что же я делаю, ага, блин, я же барыга, я несу смерть, столько людей страдает, сколько матерей плачет и тому подобное. Ты знаешь, что я наделал, он начинает... То есть осознает, на чем он зарабатывает, да? Да, он начинает переосмысливать это все, и он начинает в корень меняться, все. Он говорит, я не буду этим больше заниматься. Он начинает это все бросать и заниматься чем-то другим, я не знаю, устраиваться на работу или... Ну, полностью меняет свою модель поведения, то есть образ жизни. Ну, либо может такое быть, что его, может, посадили, и там он уже, будучи, там, за срок... Да, ну вот, я вот рассказываю, он меняет свой образ жизни, все, он начинает делать, там, людям добро, он как-то загладит это все. Его это гложет не для кого-то, его изнутри это гложет. Это может произойти, допустим, кто-то умер его из близких, да, или там еще кто-то. И вот это сильно гложет, он пытается это загладить, и тут что-то всплывает то старое, допустим, и заезжает он в тюрягу, да? Заезжает он в тюрягу, ему начинает, там, опа, здоровенько, за что заехал, там, жили-были, как зовут, откуда вы, с прошлым, все ли у тебя в порядке? И вот тут вот очень интересная, друзья, вот грань такая. То есть у тебя начинает сердце, потому что ты чувствуешь что-то за собой. То есть, а они что видят, и они тоже чувствуют, хищники, друзья, везде хотят крови, просто, акулы. И они, акула, она, что-то, когда плывет, или вот собаку, допустим, вы подходите, или к волкам, вот, да, вот, стая волков. Вот они чувствуют, когда страх, и они сразу за тебя начинают кружить, потому что они чувствуют страх. Так же самое и в тюряге происходит. Человек, который что-то за собой чувствует, у него начинает адреналин, он начинает, ну, нервничать, это заметно. Можно просто нервничать, потому что ты только заехал. И вот, что происходит? Он говорит, я вот был, допустим, барыгой, я вот продавал. И это все может, ну, то есть, все, клеймо, барыга, это, да, он уже непорядочный, то есть, становится. Мы не будем уже, там, это все более подробно, как к нему подошли, там, что с ним сделали, или тому подобное. Мы чуть-чуть попробуем, ну, как его дальнейшая судьба. Я, допустим, человек, он, допустим, порядочный, там, все нормально, там, породистый, бля, волчара такой, бля, все классно у меня. Шерсть дыбом. Да, шерсть дыбом. Я, как буду, я, допустим, где-то буду, там, на моем бараке, да, или на локалке. Я буду, ну, я всех, как бы, ты, ну, сотришь образ жизни, кто, чем живет, кто, чем интересуется и тому подобное. И вот этот человек, хоть он и барыга, он уже испан, он не может быть априори уже порядочным, но у него может быть порядочный образ жизни, он может общаться с людьми, жить с людьми постоянно, то есть, находиться в обществе людей. Это, как говорится, если ты будешь находиться, там, хотя бы с двумя людьми, то ты обязательно станешь третьим именно человеком. А вот созрел вопрос, что нужно сделать такому, допустим, непорядочному, чтобы остаться среди людей и быть? Ну, вот мы... Вот пример, допустим, есть какой-то? Ну, вот на примере, допустим, мопса, я вот могу рассказать. Очень интересно. На примере мопса, вот кто, много интересуется, шаман, ты же сидел с мопсом, расскажи за мопса и тому подобное. Я вот вам могу рассказать за мопса, смотрите, вот у него, что произошло, сбой по жизни произошел у него. Он двинул фуфло. Я даже знаю, мы даже знаем очень хорошо этого человека, которому он двинул... Ну, объясни, что такое двинуть фуфло. Это проиграл в карты, не рассчитался, то есть, вовремя, то есть, играя там на число определенное... Или на сразу. Или на сразу, да, то есть, можно... Это все по обговорке, то есть, ты обговариваешь, там, то ли на конец месяца, на середину месяца, или на сразу, ты должен это воплотить. И у тебя по каким-то причинам, или ты превысил свои возможности, или у тебя не получилось что-то, понадеялся на кого-то, неважно. Ну, факт есть факт. То есть, ты не скажешь, что я думал, что мне дадут, а мне не дали, то есть, не канал. Нет, сейчас происходит, там, резина оттягивает, там, дабы не плодить фуфло, там, надо, там, за него, там, скидываться. Ну, на самом деле, ну, на самом деле, прицепиться можно, он уже является потенциальным фуфлышником, можно. Вот эта резина, мне тоже, вот, она не нравилась никогда, знаешь. Ну, то такое, то уже, у каждого, да, то другая тема. И вот на примере мопса, он двинул фуфло, то есть, что происходит у многих людей, которые... А до этого, он же ж нормально двигался, он порядочно был вообще, с братвой, и сам из братвы был. Ну, да, сам из братвы, он нормально передвигался, и я, насколько знаю, он нормально и страх внушал очень многим. И по белой, там, я слышал за ним. И по белой, и духа там нормально было, и, ну, в принципе, он нормально топил. Ну, тут что-то произошло. И вообще, как происходит у некоторых, некоторые, когда происходит какой-то сбой, или вообще даже без сбоя, ну, вот сбой произошел, и они начинают уже шкуру тереть тоже с такими же. А там уже, как ком уже, на тебя уже этих мастей может нацепляться уже, ну, всячески, ты уже в нечисти в этой. Ну, на примере мопса, он не стал с нечистью общаться. Он, в принципе, он не поменял свой образ жизни. Вот это и есть очень важное. То есть у него произошел сбой, но образ жизни он свой не поменял. Он также остался среди людей, он также, ну, остался с людьми, вернее. Он остался с людьми, и он нес пользу, он, в принципе, страдал за людское. Он всегда рвался вперед, там, где-то какой-то брос. Понимает, что, ну, там, допустим, из братвы надо кому-то быть на верхах. Он может собой пожертвовать, полезть в этот предзонник, какие-то преграды. То есть страдануть за это, заради блага, понимаете. И вот он постоянно с братвой, он даже вот у меня не ассоциировался никогда, там. Я даже забывал, что у него был какой-то сбой. Реально просто забывал. Есть такие люди, которые просто ты забываешь. Он постоянно с тобой, он не может находиться, там, быть в ответе за чем-то, ну, и тому подобное. Но он всегда с людьми, он в помощь. Такие люди реально ценятся. Это как боевая единица. Это, ну, очень, ну, вот реально благодарность ему, царство небесное, мопсу, что мы о нем упомянули. В принципе, у меня нет о нем никакого негатива, только позитив. Ну, и вот на примере мопса, в принципе, он и понимал, чтобы быть ему среди людей, ему нужно быть гиперактивным. И, наверное, то, что он мог делать когда-то, то сейчас ему надо было делать это в 10 раз больше. Участвовать везде, в каких-то страдать и тому подобное. На примере, то есть, мопса было таких, ну, не очень много, но были такие пацаны, которые где-то оступились там случайно, где-то сознательно. Ну, их реально, вот, образ жизни и определял ихнюю дальнейшую вообще судьбу. Так же и у нас в жизни происходит, друзья. На нас постоянно пытаются вешать ярлыки, там, в комментариях или просто. Вот недавно был случай, нас попросило одно издание, политическое, дать свой комментарий по поводу легализации. У нас сейчас в стране происходит, поднялся вопрос по поводу легализации марихуаны. К нам обратились журналисты, мы высказали свое мнение, буквально короткое, так как мы это видим. И это все вышло в издании, там, в политическом. Ну, и мы, естественно, нам интересно, как люди нас воспринимают, как они смотрят. Мы рассказали коротко о себе, что у нас есть опыт в этом деле, так сказать. Мы бывшие наркоманы. И сразу же полились комментарии, такие, да ну все, кого вы вообще, у кого вы взяли комментарии? Это бывшие нарики, это бывшие зэки. Кто им выдал права, сжигать их надо на кострах, там, палить, убивать. Почему еще смертной казни нету, друзья? Мы постоянно тоже с этим сталкиваемся, то есть и будем сталкиваться. Наши прошлые проступки, наши прошлые поступки идут шлейфом, тянутся за нами. Но мы ведем канал, мы вообще устроили это все, вы знаете, чтобы измениться, чтобы стать лучше, чтобы вырасти над собой и оборвать этот шлейф. Понятно, что это не получится. Но, к примеру, мы себя, я шамана, допустим, не считаю плохим человеком. Он меня не считает. У меня тоже много друзей. Мы стараемся жить сейчас честно. Не стараемся, мы живем уже все эти годы честно. Но все равно такие ярлыки на нас вешают. И мы считаем, что это неправильно. И на себя мы такую роль, друзья, не применяем. Потому что ты берешь на себя роль судьи или роль прокурора, обвинителя. Ты говоришь человеку за то, что он когда-то сделал. И ты его подчеркиваешь. Подчеркиваешь, что ему уже веры нет. Ему нет шанса измениться, стать нормальным человеком. То есть я на себя, допустим, такую ответственность не возьму. Потому что это не есть нормально. У каждого человека должен быть шанс измениться. И почему даже во всех законах, во всех конституциях, во всех нормальных демократических странах везде есть такое, что за одно преступление дважды не наказывают. И даже по понятиям, по понятухам спрашиваются раз только. Если человек там оступился, его не бьют постоянно за то, что он оступился когда-то. Ему даже не принято это высказывать. То есть нужно высказывать по факту. То есть если человек дальше своими поступками несет зло, то естественно это гадость какая-то. А если человек когда-то оступился, либо, как Шраман говорит, сознательно даже сделал, но потом понял, что этот выбор был неправильный и хочет стать на другую, хочет измениться в лучшую сторону, то мы считаем, он имеет право измениться и стать нормальным. Сейчас тенденция какая пошла в Ютубе, везде вот это вот, да, очень интересное, что постоянно моют кому-то кости, перебирают там. А вот он там был таким, а вот он сделал там то, а вот он это. На этом строится целый контент. Это очень интересно людям, многим. Но мы единственное не понимаем, что человека, который совершил то или иное там какой-то, тот или иной поступок, ты его не можешь в полной мере понять, потому что ты не он. Ты не был в тех обстоятельствах, не находился, при которых он так себя повел. И возможно это было продиктовано именно там страхом. Иногда мы тоже из-за страха можем чудануть очень серьезные вещи. Может это было продиктовано там еще чем-то. Понятно, когда из человека исходит именно изнутри его сущность гнилая. Да, это уже наверное не исправишь никак. Но наше мнение таково, что человек имеет право измениться и стать нормальным членом общества. Я не знаю, полноценным. Вот за понятухи, коль уже началась тема за понятухи. Есть в YouTube пространстве вообще очень много каналов на тематике, там тюремной тематики и тому подобное. И вот пишут много грязи и говорят люди, те, которые, допустим, вот они жили этой жизнью или живут этой жизнью. И по понятухам говорят, вот я вот хочу ответить, то есть ну как-то получается двухяка, знаешь. Ну по этим же понятухам я вот объясню. Если человек, допустим, является барыгой или, допустим, там козлом или еще, ну кто-то там сбой по жизни. Да, все. Ярлык этот на всю жизнь непорядочный. И человек без разницы, хочет поменять свою жизнь или нет, но тебе не дает повода. То есть это есть уже не людское. То есть это не от людского, а постоянно ему об этом напоминать. Вот нам написал человек, допустим, на примере, расскажу, он был в прошлом барыгой. То есть он продавал, я не знаю, не углублялся, что он там продавал. Он продавал наркотики какие-то. И вот он всячески меняется, он всячески пытается поменяться, он об этом говорит. И не просто говорит, это видно по его поступкам. Но есть люди, которые постоянно говорят, да ты барыга, да ты был барыгой. Это есть не от людского, друзья. Вот по понятухам. Да и вообще в жизни тоже, они в принципе, может слова где-то кардинально как-то отличаются. Но сущность, оно людское, оно везде. Будь ты в тюряге, будь ты на свободе, оно везде одинаково. Блин, ну это вообще жесть бы была, если бы мне постоянно упрекали, что я там сделал лет 10 назад, или там 7 лет назад. Ну это, ну это ненормально, мне кажется. Всегда надо давать человеку шанс. И вот как ты вот подметил, знаешь, что сущность его, если вот у него он по сущности гнилой, то ты это уже, может происходят такие чудеса, но как на примере, ну оно не выветривается, эта сущность. Ее надо в корень убивать, может какой-то процент убивает эту сущность. Но люди меняются, и это классно, знаешь, что есть вот так вот, что человек может поменяться и об этом рассказать, поделиться. Я раньше, допустим, скажу на своем примере, у меня тоже был, но это по незнанию, от недопонимания. Как бы я первый раз приехал на строгий режим, и вот у меня сразу, знаешь, знакомлюсь там с человеком, с каким-то там в тюряге, знаешь, там, ну в лагере непосредственно. И все, он там говорит, там, я там был, ну сразу курсуете, Ашиман, я там был там за вхозом тогда-то-то, да-то, да-то. Ну все, понял, тупо кардинально, короче, все, ты мне ясен и понятен, вообще красный, все. Клеймо ему вот это вот нацепил. У меня это происходило от, ну опять, от незнания, от недопонимания. Я когда уже больше, опыт, самое ценное реально, я еще раз убеждаюсь, это опыт, реально, это жизненный опыт, твой жизненный путь. Если бы мне по эти мозги, там, допустим, там, на лет 20 назад, я бы, я не знаю, блин, я бы разорвал бы вообще, я бы был бы красавчиком вообще. Я и так красавчик, ну там бы был бы вообще просто жесть. И вот я уже понял, знаешь, что кардинально, ну, человека, ну, есть, блин, да вообще, признайте себе каждый, знаешь, нету кристально чистого человека. Как на примере вот тех, кто тарахтят больше всего, бля, разобрать его просто так вот по частям, кто он, там просто жесть, знаешь. Кричат именно в натуре злые люди, вот нечисть. Это как о судье кто, да? Да, вот это вот гнилье ихнее, прикиньте, вот это вот, оно отравляет их, и они со злобой говорят, дабы утвердиться или еще не знаю, там, да ты там это, да ты там то. И вот, допустим, я научился жизненным опытом, вот когда вот у меня уже был там второй там строгий режим, 7 лет мне дали, я уже не сотрел, ну, люди заезжают разные, тем более строгий режим, много кто знает, там испачкался, там того, кто был под вопросом, его восстановили, тут это, а если наркоманы, то вообще жесть. По-любому, вот так вот взять любого нарика, можно разобрать и, блин, у него... Непорядочных поступков. Да, куча непорядочных поступков. Ну, каждый хочется казаться, я был именно из тех нариков, которые порядочные, ну, то такое, знаешь, там, твоя порядочность, она сама у тебя внутри, ты только сам знаешь, ну, об этом же, за свои поступки, если даже ты скрыл от всех. Ну, рано или поздно, оно все равно вырвется. Я вот сотрел, потом уже научился, я вот, ну, опять же, я сидел с людьми, с такими, ты тоже их знаешь, я видел это, я видел, я просто сотрел, какие-то моменты для меня были непонятные, я интересовался. И вот потом я понял, что это мое, вот мне по душе, это мне ближе, знаешь, человека узнать, вот, допустим, заезжает человек, вот он там завхоз, там, был там козлом или там барыгой, и ты уже по его качеству, его образ жизни, модель, как он живет, знаешь, есть у него вот это вот гнилье или нету, можно ему мусор, не мусор, можно ему доверять, ну, там, мусор я имею в виду, это тоже, знаете, такое, ну, мусор. То есть, никто не любит, там, ябиты, предатели и тому подобное, даже если он во дворе в детстве, да, во дворе в детстве, это есть ненормально, это, ну, качество, это, ну, это очень плохое качество у человека. И вот ты уже смотришь, рассматриваешь человека уже по-другому, не важно, кем он там был, не важно, а кто он сейчас, кто он на сегодняшний день, и кем он живет, как он живет, вот это вот очень важно. И вот те вот, которые ты говорил, братан, которые там мыслят, зэки, там, спалить их надо вообще, я тоже читаю, бываю в комментариях, там, знаешь, там, просто захожу на какой-то канал, который тематика, я не знаю человека, я смотрю его, он там вещает, там, похоже на нашу тематику, и там в комментариях, да эти зэчары, наркомены, шо, там, фу, расстрелять, там, спалить это. И ты просто понимаешь, что, блин, у тебя такое преимущество над этими людьми, что они настолько мыслят, вот так вот, что ты хоть, я хоть именно, хоть и прожил свою жизнь, я мало где, знаешь, там, учился, там, не развивался, то есть, я деградировался, там, наркотик употреблял и тому подобное, но я, при этом, три года в трезвости, я поменял, насколько, кем бы я был бы, если бы я вообще бы не употреблял бы наркотик и не сидел бы в тюряге. Ну, кто знает? Ну, кто знает, знаешь, ну, все равно, ну, вот, на примере этих трех лет, знаешь, ты становишься лучше, мыслишь как-то по-другому, эти люди, там, Та-та-ме, тот шляпа, тот, короче, нечисть, тот взброд, тот еще что-то, тот... Будьте добрее, друзья. Вообще не важно, кто ты по масте, знаешь, вообще не важно, главное, кто ты в душе и что ты несешь. Если ты несешь, там, какую-то за собой, вот, зло, вот, интриги, о которых мы говорили, это тоже интриги, это, ну, слово, это поступок, ты можешь интригами просто поломать чью-то судьбу, поругать кого-то, могут случиться очень ужасные последствия, за это тоже надо отвечать и думать прежде чего, ну, это, ты несешь это, понимаешь? Так что, несите в мир добро, твори добро, как пел. А те, кто не разделяет наше мнение по данному вопросу, тот вообще не понимает, о чем наш канал. Друзья, если вы смотрите нас, то разберитесь, ну, я не знаю, как-то уделите время больше нашему каналу, посмотрите, что мы конкретно за добро и вот эти вот масти, там, и ярлыки, кто там был, то он там. Мне пишут тоже, кстати, там пишут, мы там человека, да ты знаешь, что он там был барыгой? Да класс, вообще. Был, да классно, что был. Это вообще, они есть. Это реально круто. И мы, в принципе, и хотим разгореть барыг, и если даже, допустим, ты барыга, реально сейчас одумаешься и поменяешь в корень свою жизнь, ты уже не будешь барыгой. Ты красавчик, я тебе даже вот так вот возьму и скажу. Ты красавчик, реально, что ты реально меняешься, ты не несешь вот этот хаос вот этот вот в массы. Так что, друзья, об этом мы хотели вам рассказать, не важно, кто ты и, главное, кто ты сейчас. Мы обняли вас, друзья, с вами Бу. Будь добру. Друзья, а также подписывайтесь на наш второй канал, Бу, Будь добру, инстаграм, ссылочки, телеграмы, много кто до сих пор интересуется, да, а, тикток у нас есть тоже, много кто интересуется, где до сих пор найти ваши треки, друзья, ну, елки. Телеги. Телега, у нас там уже почти 2000 подписчиков в телеге, в инстаграме 10 тысяч, в тиктоке 40 тысяч, и на общем, ой, ай, на запасном канале у нас. Заходите на второй наш резервный канал, там, друзья, будут нарезки со стримов. А мы вас крепко обнимаем, быть добру, будьте добрее. Субтитры сделал DimaTorzok